Всем привет, друзья! ЦВС 500 Банан, любимый кузов многих владельцев Мерседесов и не только Мерседесов. Стандартная проблема с ГРМ, пробег что-то там около 200 тысяч километров. Не уточнял по поводу масложора, но на прогретом двигателе по крайней мере работает он вполне адекватно. 230 пробег, сейчас послушаем как запускается, какие звуки сопровождают запуск и соответственно посмотрим какие там ошибки. Запускаем. Абсолютно стандартная история с грохотом от муфт. Не смотрел, честно сказать, но судя по годам, то должны быть обратные клапана на натяжителях и их ставить туда не нужно будет. Наверняка стандартная проблема с правой впускной муфтой, возможно и с левой тоже, потому что делал диагностику, правый вал сильно смещён, из-за него не заводится она моментально быстро, левый вал на грани стоит. Сейчас покажу вам какие там ошибки, прогреем мотор немного до половины примерно рабочей температуры и потом будем проводить манипуляции, манипуляции с валами. Выставим на свои места импульсные диски. Цепи здесь в порядке, потому что по выпускным валам все стоит идеально. Трассовый пробег у этого автомобиля. Вот такие вот ошибки имеем в блоке управления двигателем. Сейчас валы я уже подкорректировал, корректировал левый тоже, потому что он стоял при активации муфты в пограничном значении. Буквально там несколько градусов еще бы переместилось и начала бы появляться ошибка по левой стороне тоже. Но сейчас пока только по правой есть. Сейчас их сбрасываем и смотрим, на активациях достаточно ли переместились валы. Как видим еще в принципе ничего не разобрано, откручены датчики положения распредвалов впускных и этого в принципе достаточно. Так, поправили валы впускные. Запад уже нормальный и вот при активации какие мы видим теперь значения. Были по самой границе около нуля, там 1-2 градуса. Обороты сложно держать, когда активацию делаешь. Все отлично, 4 градуса это идеально. Теперь мы посмотрим впуск справа. Я вам покажу, который смещается больше всего всегда. Также 4 градуса увидели. И для наглядности, что у нас цепь в отличном состоянии, мы активируем выпускную. Муфту, потому что выпускной вал никогда не сворачивает. 14, 16, 15, тоже середина. Все отлично, остается только заменить впускную муфту. Тоже покажу, сколько там нужно разобрать и все. Будет все отлично дальше работать. Так, муфта стоит новая. Это все, что нужно разобрать для замены муфт. С правой стороны получается по ходу движения. Правая и левая сторона правильно, если смотреть все, что нужно разобрать для замены муфт с правой стороны. Распредвалы также выставляются, реставрируются даже, можно сказать, без снятия. Снимать их необходимости нет. С другой стороны немного сложнее. Здесь мешает стакан масляного фильтра, поэтому, наверное, когда загремит левая сторона по впуску, там уже можно будет всем передком мотора заняться. Замена термостата, замена помпы, переуплотнение теплообменника, вон там внизу стоит, тут вся морда разбирается, мотора и все там приводится в порядок, потому что они очень-очень сильно текут по передней части. И также они текут еще по вот этим вот электромагнитам. А с электромагнитами такая проблемка, я уже показывал один раз, вот видно по самому кантику, вон она трещина идет. Три раза они, два раза они меняли номер этого магнита, то есть что-то они доработали, надеюсь, и работает, это уже получше. Вот она старая муфта, заводская, 2047, окончание. Не буду показывать, как она хлюпает, как она не фиксируется. Это все уже миллион раз, мне кажется, все видели. По поводу фаз выставления, ставится все, в принципе, легко. Вот так вот должны быть. Так стоят распредвалы, так ставится метка 53 градуса. Если нет метки на шкиве, клеится 17 миллиметров полоска. Довольно-таки плохо видно там метки на этих шкивах, а бывает вообще не видно. В этом иногда возникает проблемка, но можно ориентироваться по голове, которая идеально, так сказать, стояла на своих местах. Все, собираем дальше, запускаем. Все будет хорошо. Смотрите, какой момент еще. Секрет, не секрет. Так, уточнение небольшое. Вот эта голова сейчас стоит идеально. Там натяжитель не снимался, он там не болтается, ничего. Здесь, посмотрите, натяжитель стоит, как будто он как взведенный. То есть надо вытащить, как будто бы, проволоку, и чтобы он выстрелил. Дело в том, что валы его сейчас скручивают. И поэтому можно подумать, что фаза-то у нас сейчас не на месте. Вот особенно по выпуску, видно, как убежала. Но берем ключ, натягиваем цепь, ветку, которая должна быть натянута натяжителем. Естественно, масло туда зайдет, и он натянется, все будет хорошо. Вот так, видите, доворачивается. Происходит доворот валов, и все становится на свои места. Такое вот уточнение. Все, наносим герметик, и запускаем дальше. Так, все, машина готова. Такой теперь у нее запуск, и на холодную тоже будет. И, как обычно, покажу вам активацию распредвала впускного, который и ремонтировался. Точнее, оба ремонтировались впускной. 4 градуса, идеально просто все получилось. Спасибо за внимание. Приезжайте и ставьте пальцы вверх. Пишите комментарии, у кого такие целые весы. И 278 двигатели. Кто сколько проехал? Этот проехал до ремонта 230 тысяч километров.